всем привет у маши совсем скоро день рождения и у меня для нее есть сюрприз сегодня в твой день рождения мы решили сделать тебе подарок сюрприз мы сегодня полетим в одну из стран где ты хотела побывать и где тебя еще не было а и как ты думаешь куда мы летим что там есть варшава точно не в милан барселона маш лондон вена мадрид и там до болезни пари жене в амстердам франк ревиза а как ты думаешь ну это вы все и ты маша узнаешь немножечко попозже вот такой вот в румынии небольшой аэропорт точнее говоря большой маша до сих пор в шоке гадает куда мы летим мы сейчас еще не вся часть на это только отправление очень много чекин очень много гейтов сейчас будем разбираться куда нам идти 7 ноября 4 часа 12 минут в аэропорту вообще никого практически еще ногти вот такие вот смотрите я показывала мне праздничный маникюр и куда же мы летим не переключайтесь и увидите кстати сегодня мамаши смотрим подарок в том месте куда мы летим как наша посадка приближается ну и гадаем гадаем какой же какой же у нас рейс как же без 9 фаре маша как всегда в отделе dior первый раз в жизни у нас вот такая вот посадка через такой коридор так а теперь настал момент узнать куда же мы приехали открываем глаза приехали исполнить машину мечту самый центр парижа кайфелевой башни довольно смотри какая она классная подниматься будем на нее да конечно сейчас поднимемся и вам покажем но мы сначала пойдем пофотографируемся рассматриваем вот такой вот 15 день рождения вот такой вот необыкновенный париж очень красивый каждый уголочек но фотографировали замерзли и пробуем подняться на башню или у нас еще вариант ходить в кафе отметиться просто нереальная красота не знает слова можем повторять каждую секунду сейчас на башне зажигаются огни все на улице светло но она уже просто сказочно все люди фотографируются сейфелевой башни маша уже тиктоки себе запилила красивенькие люди вам все-все-все-все любуются этой красотой класс башня сверкает меня сними пожалуйста гуляем по парижу и куда не пойдем везде эйфелеву башню видим красоту идем дальше именинница ходит все фотографирует мы пришли лувр пирамида все подсвечивается все красиво с этой стороны пирамида лувра а с этой стороны кафе с видом на эту пирамиду всем кому интересно что там внутри там внутри ничего все таки решили мы зайти отметить машин день рождения вот такое красивое место решили сесть на террасе и с очень красивым видом на пирамиду лувра с видом вот на такую пирамидку а пусть твои желания бездно отбываются по 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй день в Париже, продолжаем прогулочки по городу. Любуемся архитектурой, и у нас сегодня тоже будет небольшой гад-тротух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашли в Люксембургский сад, и посмотрите, как тут интересно. Тут скамеек нет, а есть вот такие вот стулья. Ты себе набираешь сколько нужно стульчиков, берешь их куда тебе хочется, относишь, вот так выставляешь себе скамеечкой, и сидишь в компании, отдыхаешь. Очень красивый сад. Пойдем прогуляемся с Машей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, решили с Машей затестить жареные каштаны. Насобирали тут под деревом, ну, шутка, конечно. Теперь давай. Давай, пробуй. А, никакие должны быть. Никогда не ели жареные каштаны. Вот это снимается. Пробуй, кусай. Давай, давай. Пробуй. Ну что? Как курица. Как курица? Маша говорит, на вкус как курица. Сейчас я попробую. На вкус как картошка печеная. Печеная картошка. Да, кстати, печеная картошка вообще один в один. Вот это прикольчик. На вкусно. Такой фастфуд, стритфуд. Из этого сада есть вид на башню Монт Паранс, который самый красивый вид на весь Париж. И вот там вот видна эльфелева башня. А Маша нашла уже стульчик. Мы гулялись по городу. Пришли с Машей перекусить в кафешку, в которой работает по концепции все включено. Короче, платите 17 евро с человека и вот заказываете все, что хотите. Мы уже с Машей начали потихонечку кушать. Взяли фруктики разные. Какой-то вот такой десертик вкусненький. Крем-брюле. Маша себе взяла и я себе фруктовый салатик. Потом это какой-то, я не знаю, Это вообще кальмарчик. Маша себе все взяла. Фри кальмар, фри картошку, фри суши. Кстати, слушай, Маша уже съела, пока я додумалась, что снять. И взяли вот такие вот разные гриль, кальмарчики, креветочки. Попробуем. Все по одной штучке взяли, будем пробовать. А я себе взяла напиток чисто французский, который называется Кир. А Маша фанточку. И вот такие вот суши, роллы, сашими, креветочки. Еще тут есть устрицы, но в этот раз их почему-то не было. И в стоимость входит еще мороженое. Это вкусно? Нравится? С таким вот красивым, чисто французским видом на красивую французскую куточку. И вот мы ближе подошли к этой башне. Посмотрите, какая она огромная. Во Франции немного в центре таких домов. Это один из огромных небоскребов, с которых очень классный вид на все достопримечательности Парижа, на весь Париж. Но мы на нее подниматься сегодня не будем, да? Рядышком видели кафе Одесса. Так, мы с Машей перекусили и пришли в Вувр. Сейчас, если успеем, купим билеты и пойдем на экскурсию. Так, в центре первого это Вувр, на которой мы вчера вечером были. Вот там мы вечером были в кафе. А сейчас мы попробуем найти, где продают билеты. Купим билеты и быстренько в Вувр, потому что сейчас 4 часа, а билеты продаются до 16.30. Мы уже в пирамиде Вувра. Сейчас идем с Машей покупать билетики. Мы купили билетики и теперь мы отправляемся в Вувр. Взяли вот такую на английском карту, где что расположено. Сейчас попробуем разобраться и найти Монолизу. Ищем еще и Машу, потому что я ее тоже потеряла. Очень все красиво. Наслаждаемся с Машей красотой такой. Не знаю, мне кажется, я в этом видео только и говорю о том, что все красиво, везде красота. Ну, очень красиво. 80% посетителей Лувра приходят в Лувр только ради того, чтобы увидеть знаменитую картину Мона Лизы. Там, где в музее самая большая очередь, там выставлена эта картина. Смотрите. Ого! Ого! Ни у одной картины нет таких очередей. Так, нам нужно выставить вот такую вот очередь, чтобы подойти поближе и посмотреть. Интересно. Выходим из Лувра, на улице уже темно. И купол уже совсем по-другому сверкает. Понравилось, Маш? Классно? Офигенно вообще. Зашли с Машей в Пандору выбирать какой за шармик. Тут есть вот такие красивые шармики. Париж. Башня, треугольная арка, Нотр-Дам-де-Пари. Разные всякие. Вот. Маша уже выбрала. Так, это купол вверх ногами. Так. И вот шармик, который в итоге Маша купила. Уже одели и решили на браслетик. Это триумфальная арка. Я предлагала Маше взять Эйфелеву башню. Что ты мне сказал? Что она ассоциируется? Ну, знаешь, с такими магазинами. с брелочками. С брелков. За евро там или сколько. Так у нас в Париже с Машей застал дождь, но мы не сдаёмся и идём дальше туда, куда хотели. Пришли в галерею. Очень красиво. Сейчас походим, погуляем, Маша на свой Диорчик посмотрит. «Я вот так вот, в гости. застал. Маша на свой, как и мое, как и мара. Походим, как и мара. Да, как и мара. Как и мара. Тanks. Везде очень красиво, подготовка к Новому году, много адвент календарей, разных новогодних штучек таких. Скоро Новый год! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Куда садись? Сюда Действительно очень красивый Нравен тебе? Да Такого представляла? Очень классный Я не знаю, что раньше было в этом помещении, но сейчас Стоит выше Такое новогоднее меню строил, что такое Стоит сигарет Мы уже заказали свои напитки, а мама взяла вот такой вот горячий шоколад, это какая-то типа новинка в зиме с лесным орехом. И у меня карамельный пропучино, ничего не меняется, холодный. Очень вкусный, уже попробовали, прямо супер. Довольно? А теперь распаковывай свой подарок Так, на фоне Эйфелевой башни То, что Маша давно купила Да Вот что? Вот ты у нас И... 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 Ремень Ремень Сен-Лоран О котором Маша мечтала Мне очень надо Я в шоке, пожалуйста Ну что, примеришь? И пойдем фоткаться на фоне Эйфелевой башни посреди Парижа, перед Эйфелевой башней Ну что, идем подниматься на Эйфелеву башню Теперь сначала в кассу и берем билетик и наверх И наверх поднимаемся на башню Мы сегодня тут уже третий день Немножко дождик, но я думаю, это нам не принчат Она белецковая, куда можно подняться Идем дальше Только сказала, что дождь И посмотрите, вышло солнце Какой дождь! И мы идем подниматься вот туда, 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 туда Какое-то странное дерево, у которого слазит кора. Озеро прямо сверху Эфелева башня. Очень-очень. Прямо аж завораживает. Взяли билетики, теперь заходим куда-то. Ну что, поднимаемся? На самый верх? Нам теперь предстоит подняться на очень огромную высоту. На огромную. По вот такой вот лестнице. Аж вот туда. Вот фонарики, которые светятся по ночам. Такие вот по всей башне. Кстати, эти фонарики это частная собственность. И фотографии со светящейся башней нельзя нигде продавать, публиковать. Ну, для туристов это исключение. И вот большие фонари, которые тоже первыми включаются и подсвечивают башни. До первого этажа 10 минут подниматься. Нормально, а нам до второго. Эйфелеву башню строили всего лишь сколько? Два года, два месяца и пять дней. Тут на каждом этаже, ну не на этаже, а таком переходе. Есть интересный факт об Эйфелевой башне. Так, лифт на Эйфелевой башне едет со скоростью 2 метра в секунду. Та-дам! Вокруг все потемнело, мы приближаемся к первому уровню. Тут уже какие-то перекрытия. Эйфелева башня изначально была красной. Ты это знала? Нет, не знала. Кстати, красные остатки краски. Вот такая вот красненькая она была, я даже не представляю. Поздравляю, ты на первом этаже. Прекрасный вид, я считаю, очень красиво. Просто красотища необязуемая. Поздравляю. Нашли с Машей одну такую вещь на Эйфелевой башне, стеклянный пол. Я надеюсь, на него можно становиться? Стеклянный пол. Вот мы поднялись на самый высокий этаж Эйфелевой башни, на который можно подняться пешком. На остальные этажи уже нужно подниматься на лифте. И вот так вот красиво. Тут есть такие телескопы. Красивенный вид на Париж. И вот так совсем рядышком-рядышком Эйфелева башня. И вот так можно подойти. Прямо вот так подойти и потрогать. И так потрогать. Леклер. Кто-то топчет Леклер на Эйфелевой башне. Вот лесенка, по которой мы поднимались. Сейчас мы спускаемся на лифте. Все, спустились с Эйфелевой башни. Маша довольная. Начался дождь. Все люди с зонтиками. А мы без зонтиков. А мы без зонтиков идем дальше. Исследовать Париж. Наконец-то мы дошли пофотографироваться к триумфальной арке. Смотрите, все фотографируются по центру дороги. Машины с одной стороны, машины с другой стороны. Триумфальная арка. Сейчас уже закат. И мы вот тоже по центру дороги. Фотографируемся, как и все. Я машинить закрыла. Машины едут, а люди фотографируются и гуляют по центру дороги, как по проспекту. Продолжение следует. Такие патауки низкие Смотрите продолжение в следующей серии